Здравствуйте! Меня зовут Алиса Корт и я рада приветствовать вас в гостях у Алисы. В 2013 году наш проект пополнился новыми героинями. Каждая из них имела вопросы личностного характера, которые хотела решить с помощью проекта. Кто-то отнесся к этому очень серьезно, кто-то как к игре, кто-то как к приключениям. Результаты у всех разные. В цикле телепрограмм «Чудесная Я» вы увидите, как с помощью специалистов проекта в гостях у Алисы менялись наши участницы и их жизнь. Еще больше инструментов, еще больше универсальных рецептов счастья для каждой из вас. Перемены в жизни нашей участницы начали проявляться стремительно. Занятия с психологом помогли решить сразу несколько вопросов, которые мешали Тоне жить так, как ей хочется. Но на этом испытания не закончились. Тоню ждала постановочная фотосессия с Иваном Музеровым, на которой ей нужно было закрепить свой успех в роли огненной красотки. Павел Синкин и Анжелика Колобаева создали подходящую прическу и мейк, а Сорова Евгения помогала в оформлении образа. Тоня очень милая и нежная девушка, но мы решили ее немножко разжечь, чтобы она почувствовала внутри себя такую энергию, которая позволит себя полностью выразить. Поэтому для нее мы избрали образ феи огня. Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно? Совершенно верно! Это нужно в первую очередь им самим. Тренинг личностной эффективности помог нашей героине разобраться в себе и определиться в намерениях относительно личной жизни и профессиональных достижений. Антонина знает, что она хочет. Единственное, я бы ей предложила сформировать картинки будущего, желаемый результат, чтобы он вкусный был, чтобы он ее мотивировал. И важно помнить Антонине про приоритеты. Елена очень энергетически сильный и активный тренер и человек. Причем ее энергетика передается окружающим ее людям. После двух дней активного ритма у меня не осталось ни грамма сомнений в том, что я на правильном пути. В процессе занятий было очень интересно наблюдать, как люди избавляются от сомнений и сами прописывают те действия, которые приведут их к реализации их целей, к их мечте. Я научилась, как быть успешной во всех сферах своей жизни и теперь сама управляю своим кораблем. Познавать себя так же важно, как читать хорошие книги. Антонина. Для нее самым сложным оказался физический уровень. Показательным был самый переход. Оба кубика и светлые и темные выпали на шесть точек. Это максимум. Значит, у участницы есть очень сильное и гармоничное желание. Но двенадцатая клетка – это депрессия. Далее, одно за другим, приходили препятствия. Появлялись карточки боли, депрессия. Продуманное и понятное желание создать свое дело. Каждый новый ход приходилось делать через силу, преодолевая прежде всего себя, свою скованность и внутренние зажимы. Каждый шаг закалял характер и давал ценнейший опыт. Когда все участницы были уже на третьем уровне игры, произошло настоящее чудо. Антонина расслабилась и уровень тут же начал заполняться. Вывод. Кому-то для того, чтобы добиться желаемого, необходимо, что называется, напрягаться, а кому-то просто позволить чудесам случаться и сделать себя любимой и счастливой. Эта игра раскрыла меня. Я стала другой, более уверенной в себе, открытой, не боюсь болей, легко иду по жизни. В какой-то момент я даже перестала понимать, что именно происходит. Мои мысли стали отражаться в карточках других игроков, как будто высшие силы помогали нам. Огромное спасибо ведущему Антону, который помог нам в каком-то смысле обрести себя. Я нахожусь под огромным впечатлением и с радостью повторю эту игру еще раз. Шоколадных дел мастер Алексей Доренский всей душой любит свое сладкое дело. С его помощью наша героиня окунулась в секреты сладкого мастерства. Ни для кого не секрет, что шоколад это очень вкусно. Но на сегодняшнем мастер-классе мы будем готовить особенный шоколад с настоящим лимоном. Вот таким. Для этого у нас есть сублимированный лимон, высушенный на морозе 40 градусов. И есть специальные силиконовые формы с логотипом в гостях у Алисы специально для этого мастер-класса. И мы вместе с Тони приготовим классный шоколад с лимоном. Сначала мы приготовим темный шоколад Ариба 72%. Для этого мы возьмем силиконовую форму и нальем в нее темного шоколада. После того, как шоколад налит, эту форму нужно положить. И мы начнем готовить второй самый классный шоколад с добавлением настоящего лимона. Для этого мы размажем шоколад по поверхности формы так, чтобы он залился во все отверстия, чтобы логотип получился ровным и рельефным. Теперь приготовим сублимат. Для этого возьмем лимон и с помощью нехитрых приспособлений измельчим его до состояния пыли. Теперь добавим измельченный сублимат в белый шоколад. Перемешаем и белый шоколад вместе с лимоном добавим в форму, где у нас уже есть немного белого шоколада. Теперь наша форма с шоколадом готова. Осталось добавить кусочки лимона для красоты. Теперь потрясем шоколад для того, чтобы удалить пузырьки воздуха и чтобы наш рисунок с логотипом в гостях у Алисы получился красивым, рельефным и без пузырьков. Теперь берем шоколад, который у нас получился и ставим на 20 минут в холодильник для того, чтобы шоколад застыл и готовые шоколадки можно было вынуть из форм. Итак, вот готовый шоколад. Теперь нанесем на него золотой и бронзовый блеск для того, чтобы рельефный логотип был более заметен и более красив. Сегодня вместе с Тони мы приготовили плитки шоколада из молочного Ариба и темного 52%. Молочный у нас лимоном. Темный шоколад покрыт бронзовым блеском. Тоня почувствовала себя в роли шоколатье. На плитках шоколада мы сделали логотип телепередач в гостях у Алисы. Надеюсь, Тоня угостит Алису своим вкусным шоколадом. Я очень люблю готовить, а шоколад вообще часть моей жизни. Сегодня я как будто очутилась в шоколадной стране. Было очень интересно на данном мастер-классе. Большое спасибо Алексею, я почувствовала себя профессиональным шоколатье. После колоссальной работы над собой наша героиня, талантливый дизайнер, почувствовала в себе силы и желание реализовать свою давнюю мечту, заняться собственными проектами. И отзывчивая вселенная помогла ей в этом. Подробности в нашем сюжете. Задача Тони – разработать дизайн для спа-центра в отеле. Креативно обыграть техническую зону и сделать уютной спа-зону. Управляющая отелем устроила нашей героине настоящий тест-драйв. С каждым вопросом Антонила разобралась на ура. Представленный ею дизайн заслужил одобрительную оценку. Процесс начался. Помещение будет использоваться под массажный кабинет. В помещении использовалась очень активная желтая плитка в сочетании с голубой и белой. Массажный кабинет, конечно же, должен располагать к расслаблению, поэтому такое контрастное сочетание не имеет места быть. Я решила приглушить эту гамму и создала в графической программе модуль с восточным рисунком в сине-голубой гамме. А я считаю, что это решение наиболее удачное при минимальных затратах. Ведь мы ничего не переделываем, а лишь элементами декора создаем настроение, которое будет благоприятно воздействовать на посетителя отеля. Селф Мейдер – лидер общественного движения «Оживаем» и официальный партнер нашего проекта Сергей Рад с ценным напутствием специально для нашей героини. Чудеса в жизни действительно случаются, но они никогда не происходят просто так. Кроме того, что ты желаешь, важно еще что ты делаешь. Если ты просто лежишь на диване, ничего не изменится. И с нашей героиней мы абсолютно четко и точно это увидели. Когда она только начала формировать намерение и начала делать первые шаги в относительно этого намерения, все тут же начинало получаться. И только так можно сделать свою жизнь достойной и реализовать свои мечты. Потому что мечты не сбываются, а мы сами сбываем наши мечты. В процессе проекта со мной происходили интересные изменения. Эти изменения происходили внутри меня. Я увидела жизнь совсем под другим углом. Это не просто дом-работа-работа-дом. Это мечты, воплощение их в реальность, новые интересные знакомства, путешествия, дети, хобби. Это все эти сферы, в которых я хочу развиваться. Я как будто проснулась и почувствовала вкус жизни. Большое спасибо организаторам проекта, участникам, а также самым близким людям, которые все это время были рядом и поддерживали меня. Чудеса случаются там, где их ждут. Позволяйте себе выходить за привычные рамки мышления. Расслабляйтесь и будьте свободными. Срывайте оковы нерешительности и все получится. Всего вам светлого!